Переключение с работы на отдых и обратно создает ощущение стресса. Как же вернуться в привычный ризм, чтобы не испытать этот стресс и пережить переход благополучно? Об этом ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Александр Муравец, главный врач областного центра медпрофилактики. Мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших звонков 202-11-22. Теперь здороваемся. Здравствуйте. Александр Владимирович, вычитала такое стильное, как мне показалось слово, десинхроноз. Это нарушение биоритмов в течение длительного времени. Ну, человек, он же привыкает жить в рабочем ритме, правильно? Действительно ли переход на длительные выходные не так уж безобиден, скажем так. Казалось бы, что плохого. Ну, в какой-то мере да. Но не соглашусь с этим полностью, потому что, конечно, от человека зависит очень многое. И мы вот много раз говорили об этом, и как бы целенаправленно даже в том числе и на сайте, и везде размещаем информацию о том, что это для каждого свой повод, на самом деле, эти праздничные дни. Кто-то, конечно, использует это, скажем так, для вопиющего десинхроноза, включающего злоупотребление алкоголем и прочей пищей. Но на самом деле, это прекрасное время для того, чтобы не просто, так как выходных достаточно много, не просто начать какие-то элементы здорового брыжня, а отработать какие-то уже начальные элементы какой-то привычки, встать на каток или поставить ребенка на коньки, встать на лыжи или поставить ребенка на лыжи, то есть погулять, посмотреть. Потому что еще это просто время плюс. И вот здесь вот очень много, то есть все зависит от человека, как его использовать. И по ему личному оценочному такому вот суждению тенденции, я вижу, скорее, позитивные по сравнению с прошлыми годами. Вот по инициативе Минздрава мы ежегодно проводим такую интернет-компанию «Трезвый-резвый» на то, чтобы люди информировали о том, как они проводят праздники здорового жизни. Ну и просто потому, как заполнены наши и коньки, и катки, и площади, и все. Ну, то есть у меня такое ощущение, что в какой-то мере идеи здорового жизни приходят все-таки в нашу жизнь, и все больше и больше людей им следует. И знаете, вот уже почти не встретишь в интернете вот этих вот стонов «не могу больше пить», «не могу больше есть». Как-то люди поняли, что вообще-то никто и не заставлял изначально. «Трезвый-резвый». Да, вот так что. Вот. Ну а если это такое чуть шутливое, а серьезно, если говорить, здесь синхроноз – это очень такая серьезная штука, здесь это много, что различные процессы должны быть синхронизированы. Действительно, работа и отдых, день и ночь, свет и тьма. И тут много проблем, и гаджеты очень сильно ворвались вот во взаимодействии с нашей нервной системой, и на самом деле это колоссальная проблема, потому что то, что эволюционно тысячелетиями, вечер, да, как постепенного успокоения отхода ко сну и, кстати говоря, снижение с семьей и снижение световой нагрузки с естественным потемнением. Вместо этого, конечно, у многих людей, в том числе у молодежи, вечер – это оголтелая работа с гаджетами, ну что просто ломает естественные ритмы и гормональные, и органозрения, и нервные системы. То есть это совсем не то, что требуется перед сном, вот совсем не то, вот по всем основаниям. Это уж если говорить серьезно, поэтому об этом тоже, конечно, надо подумать. Да, если бы только молодежь. Ну, вообще, Александр Владимирович, еще, наверное, я бы добавила к тому, что вы сказали, вот эту нашу привычку работать. Поскольку сейчас очень многие есть возможность работать дистанционно, и мы все, как ненормальные, приходим с живой работы, скажем так, домой и продолжаем работать. И я знаю, что вот эти вот 10 дней каникул, ну, кто-то здоровым образом жизни, как вы говорите, да? А нет, ну, достаточно большая часть людей ведь продолжала работать в интернете, скажем так. То есть мы бы разучились отдыхать, что ли? Или это жизнь так? Нет, это все-таки какое-то, я бы сказал, это зло, но это меньшее зло, что-то мне не верит. Вот мне кажется, люди садились работать просто потому, в скольких соцсетях средний человек сейчас состоит, что-то мне подсказывает, что в интернете это не ограничивалось работой. Вот, поэтому там было все... Только общение, ну, в том числе, наверное. Нет, ну, конечно, конечно, отдыхать нужно уметь, и именно с кардинальным переключением переключением деятельности. Так мы сейчас все в той или иной степени там офисные либо полуофисные, поэтому, конечно, это свежий воздух, это правильная физическая активность, регулярная на невысоких уровнях ЧСС и так далее. Я не знаю, как называется эта зависимость, но я могу сказать по себе, что когда наступает день и надо отдыхать, а у меня начинается истерика. Как? В смысле, вообще отдыхать? Вообще не работать? Вообще не делать ничего по работе? Ну, вот, думаю, что не только я подвержена такой факт. Нет, я совсем не спорю, что это проблема. Просто я говорю, что как бы в ряду наших там, то есть неправильного питания, гипотетамия, алкоголя и курения, ну, трудоголизм – это тоже проблема, но вот не на этих четырех местах стоящая. Ну, вы успокоили меня. Ну, хорошо, где синхронозу? Я напомню тем, кто только что подключился к нам сегодня в студии, Александр Муравец, главный врач областного центра медицинской профилактики. Мы сегодня говорим, ну, традиционно, я думаю, если успеем, поговорим таки про здоровый образ жизни, наша любимая тема, да? И мы сейчас как раз обсуждаем, как после длинных выходных начать работать без стресса для организма. Так вот, все-таки, насколько безобиден диасинхроноз? Некоторые врачи утверждают, что там могут быть проблемы и для сердечно-сосудистой системы, и для нервной, и для каких-либо счетов. Еще раз, я здесь не вполне соглашусь с тем, что его никто не навязывает, по большому счету. Можно примерно, то есть вот идеально, как себя должен человек вести в праздники, примерно на час, не более того, сдвинуть отход ко сну и подъем. Это будет совершенно нормально и комфортно. Может быть, добавить еще 30-40 минут сна. То есть, конечно, если, знаете, все переворачивать с ног на голову, кардинально менять, но этого и не нужно. И, извините, начинать оголтел и есть, и пить, и ложиться в 2 часа ночи, и вставать в 12. Ну, это же никто не заставляет. И это время можно использовать по-другому. Поэтому десинхроноз, он жестко не связан с отдыхом. То есть, вполне можно направить это время не на то, чтобы нанести вред собственному здоровью, а на то, чтобы укрепить его. Но если все-таки так случилось, сместился режим сна и убодрствования, ну, режим питания, конечно же. Все-таки что вы посоветуете, чтобы это сейчас все вернуть в привычные рамки? Ну, режим питания отдельная большая тема. А режим сна здесь давно это все как бы изучено. То есть, постепенно нужно входить в свой режим сна, чуть-чуть делая над собой усилия, то есть, допустим, навязывая себе, ну, сдвигая там на 20-30 минут, навязывая себе правильный режим. О чем я говорю? Ну, то есть, хочется вздремнуть днем, если вы этого не делали раньше, вот этого сейчас не нужно делать, да? Или лечь чуть пораньше, хотя кажется, что вы еще... То есть, постепенно, постепенно, сдвигая на 20-30 минут, вы войдете в свой режим. Но здесь как бы нам ни закон, ни формат не позволяет. Есть и препараты для этого применимые. Ну, в принципе, в подорожающейся в случае... Я думаю, многие предпочли бы без них, конечно. Да, да, можно это без них. Просто единственное, здесь не нужно фиксировать те вот изменения, которые накопились, а нужно их потихонечку, волевым усилием, осознанностью преодолевать и входить в свой ритм. Ну, это нормально. Ну, люди трансфонатические перелеты совершают, и иногда часто, и сдвиг 10-11 часов. Все входят в ритм, все нормально. Доктор говорит, что все не страшно. Здорово. Давайте мы сейчас узнаем, какие события произошли в здравоохранении региона в течение наступления, с наступления Нового года, а затем узнаем, как же нам все-таки сохранить свое здоровье в году 22-м. Почти 240 тысяч жителей Самарской области прошли повторную вакцинацию от COVID-19. Специалисты рекомендуют делать это спустя полгода после первичной прививки. Ревакцинация усиливает иммунитет и помогает защититься от тяжелого течения заболевания. В Самарской области открылось первое детское палеотивное отделение. Оно расположено на базе педиатрического корпуса клинической больницы Середавина. Ранее палеотивная служба была представлена выездными бригадами. В Тольяттинской городской детской клинической больнице прошла реконструкция. Организована открытая регистратура, гардеробная, зона комфортного пребывания детей и родителей. Предусмотрена современная система навигации и визуализации. В России зарегистрировали первую тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Она предназначена для клинической лабораторной диагностики и способна выявлять штаммы дельты и омикрон и различать их в течение полутора часов. Врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники номер один стала победителем всероссийского конкурса «Святость материнства». За пять лет работы Александра Храмова помогла сохранить беременность 50 женщинам. Всего оргкомитет конкурса рассмотрел более 300 заявок. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Александр Муравец, главный врач областного центра медицинской профилактики. Если у вас есть вопросы, касающиеся своего здоровья, здоровья своих близких, 202-11-22, к нам в студию можно звонить. Ну вот сейчас из новостей мы узнали, что появилась тест-система, позволяющая определить омикрон, о разновидности вируса. И, конечно же, про омикрон вопрос. Подступил ли он уже к нашим границам? И, собственно, после вот такой небольшой передышки был спад заболеваемости в целом. Что сейчас и какие перспективы? Ну, к сожалению, с уверенностью можно сказать, что омикрон не то чтобы подступил к нашим границам, а переступил их. И по Москве и Санкт-Петербургу мы видим значимое число, измеряемое десятками процентов, уже доли штамма омикрон по отношению со штаммом дельта, предшествующим среди новых случаев заражения. Пока в других регионах количества незначительные, но, скажем так, никаких оснований рассчитывать, что это минует, у нас нет. Какова будет выраженность этой очередной волны? Здесь, конечно, можно спорить и можно гадать. Лучше этого не делать. Но, естественно, омикрон находится в России. Ключевым фактором распространения сейчас является никакой не завоз, а именно уже местное распространение, которое по обычному, кстати говоря, пути, как мы видели по всем волнам, со столицы начиная, пойдет, потом крупные города, потом города помельче. Ну, гадать, конечно, мы не будем, но, собственно, нетрудно предположить, что по всему миру идет очень высокий рост. Да, особенность штамма омикрон заключается в том, что в силу сильного отличия от, ну, как я не знаю, как можно сказать, первичного материнского штамма, уханьского, самого первого, несмотря на то, что это тот же вирус, но отличие столь значительное, что эффективность и вакцин, и постинфекционного иммунитета после заболевания, она снижена. Кстати, ни в коем случае мы не говорим, что она отсутствует. Она, безусловно, есть. Но она снижена, потому что полного соответствия, как ключ к замку, здесь уже не происходит. Поэтому мы во всем мире видим достаточно большой рост случаев. Ну, все ленты информагентств сообщают, что омикрон, ну, такой не очень агрессивный и проходит в большинстве в легкой форме, и поэтому, конечно, мы все здорово расслабились. Это действительно так? Ну, и да, и нет. Я категорически... То, что сейчас, вот сейчас, самое худшее время для расслабления. Сейчас как раз, конечно, нужно очень сосредоточиться и очень скрупулезно соблюдать противопедемические ограничения и попытаться сгладить эту волну и помочь и себе, и системе здравоохранения, и стране пройти с минимальными потерями волну омикрона. Да, определенные сведения, и мы получаем о некоторой мягкости, но на что нужно обратить внимание? Мы, по сути дела, получаем информацию из стран Европы, Соединенных Штатов, но в основном даже Европы, очень хорошо привитых стран. То есть мы видим, по сути дела, заболевания у привитых. И да, оно течет мягче, о чем мы всегда и говорили. То есть насколько здесь связано с тем, что эта волна, эта первая волна на фоне почти тотально привитого населения, а насколько это связано с особенностями самого вируса, сказать сейчас сложно, и, в принципе, таких исследований не проводится, потому что, опять же, каждая страна исследует для себя, и если она там себя считает в основном полностью привитой, ей и интересно, как течет вирус, по сути дела, у привитых. У нас, к сожалению, довольно много непривитых людей, в том числе и людей, уязвимых коронавирусной инфекцией. И это проблема, которая может в какой-то мере отяготить течение омикрона. Еще одна проблема, связанная с недостаточным уровнем вакцинации Российской Федерации, в том, что вот это вот не надо понимать так, что вот Дельта испугается, увидит омикрон и убежит. Убегала-то она из других стран так быстро, потому что она, скажем так, достаточно сильно, активно вытеснялась той же самой вакцинацией. У нас получится двойная циркуляция, что тоже сопряжено с определенными проблемами. Поэтому, да, по крайней мере, нет данных, что он тяжелее, это уже сильно обнадеживает, но расслабляться совершенно нет оснований. Совершенно нет оснований. Вот вы сейчас, правильно ли я сформулирую, сказали, что те, кто не привит, ну, им не стоит думать, что у них пройдет тот же омикрон в легкой форме. Не стоит. Вообще, знаете, в медицине вообще никогда не стоит рассуждать так. Вот мы в институте всегда учились, вот, профессор Германов, я учил солнце. Ну, не то, что не он его придумал, а принцип наивысшей опасности у нас всегда существует, с которого надо выходить, а потом можно спускаться там по ступенькам. То есть, если количество случаев будет очень больших, то и 1,5% тяжелого течения – это будет серьезнейшей драмой для тех людей, которые попадут в эти 1% или в 0,5%, для их семей, для их близких. И в абсолютных цифрах их может оказаться немало. А первой, конечно, наиболее уязвимой – это будут люди непривитые. Конечно, конечно. Везде появилась информация о том, что Россия скоро приступит к вакцинации детей. Ну да, это правда. Вакцина сделана на базе гам-ковид-вака. Вот, там, насколько я понимаю, состав не изменен, дозировка только несколько изменена, да. Вакцинация в ближайшее время детей начнется. В чем важность вот этого этапа, скажем так? Важность колоссальная, потому что дети остаются организованной группой, которая независима от того, как она переносит. А, кстати говоря, переносит они уже не так… Переносит она плохо. Уже, ну, скажем так, намного хуже, чем… Опять же, вот Дельта показала, что не все так просто. И если уханьские штаммы, они, как правило, переносили бессимптомно, то Дельту уже переносит очень по-разному. И знаете, что детские больницы, скажем так, пустых коечек-то особо не имеют. Инфекционные я имею в виду. Кроме того, они являются организованным коллективом, коллективом очень сильно динамичным, общающимся, перемещающимся по городу. И, конечно, роль их в том числе в распространении тоже очень большая. То есть здесь двойной эффект вакцинации. И, конечно, да, призываю, как только она начнется, активно в ней участвовать. Это и ваша безопасность, и безопасность других людей. Александр Владимирович, хотелось бы все равно сохранить свое здоровье максимально и в течение этого года, и на все оставшиеся. Ну, вот, кстати говоря, вчера просто случайно на глаза попалась статья, где автор пишет, что тигр, хозяин года наступившего, отличается прекрасным здоровьем и умением приспосабливаться к любой окружающей среде. И, соответственно, он поможет всем избавиться от давно утомивших болячек. То есть он, ну, скажем так, облегчит течение хронических заболеваний, и все у нас будет здорово. Что с хроническими заболеваниями на самом деле стоит делать? И учитывая то, что, ну, сейчас мы вступим в очередную волну коронавируса и забудем про остальные болячки. Да, вот вы уже сказали ключевую вещь, которую ни в коем случае не нужно делать. Забывать про остальные болячки. Ни нам, в отрасли здравоохранения, ни пациентам. То есть Министерством здравоохранения Российской Федерации Самарской области выработана и постоянно совершенствуется уникальная система очно-дистанционного обслуживания пациентов и их диспансерного наблюдения с хроническими заболеваниями, и доставки медикаментов, и некоторых обследований. То есть сочетает в себе и безопасность для пациентов, и эффективность. Поэтому здесь главное, в общем-то, ну, внимательно следить за нашей информацией, нашими сайтами. То есть когда приглашают, приходить. Когда беседуют по телефону, отвечать. В том числе роботизированные обзвоны сейчас используются как первичный скрининг. Да, потом, конечно, обязательно звонит человек. Сейчас планируется большое привлечение волонтеров, в частности, там, для доставки медикаментов, например, с хроническими заболеваниями. Поэтому вот здесь вот главное. Но еще раз, вот я на каждой передаче у вас это говорю. Самая красивая конструкция, медицинская, либо социальная, либо образовательная, она из двух сторон состоит. То есть если ей не пользоваться, она и не сработает. То есть она не принесет никому пользы. Поэтому здесь должна быть, конечно, про активные позиции пациентов. Не надо забывать про свои хронические заболевания. Особенно, конечно, про большую четверку. Это сердечно-сосудистые заболевания, это онкологические заболевания, заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Давайте послушаем вопрос зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот молодая мама, 23 года, ребенку полтора месяца. Можно ей привиться? Она еще не привита на настоящий день. Спасибо за вопрос. Ну, нужно, я бы сказал, вообще. Ну, в смысле, если нет иных каких-то препятствий, то я не вижу проблем. Я не знаю, может быть, вопрос связан с тем, что молодая мама еще кормит грудью. Это как-то взаимосвязано, что как-то это повлияет на ребенка? Ну, это нужно и решать вопрос индивидуально. Я думаю, что, скорее всего, нужно привиться. Вы имеете в виду, есть ли какие-то все-таки противопоказания? Ну, может быть, что-то иное, может быть, какие-то иные обстоятельства. Вот из тех слов, которые сказаны, я, в общем-то, не вижу. Ну, то есть состояние молодой мамы не является... Да, совершенно не является, конечно. Противопоказанием. Отлично. Мы сейчас с вами говорили о том, что нельзя забывать про хронические заболевания, но начало хронического заболевания, наверное, тоже несложно просмотреть, особенно сейчас, поскольку мы предпочитаем не пойти ни в какое учреждение. Я про диспансеризацию хочу, конечно же, спросить. И сначала, наверное, про диспансеризацию общую, непосновидную. Общую, конечно. Или она, и, собственно, вот после 40 лет мы же можем ежегодно ее проходить. Ежегодно, совершенно верно. Не стоит к этому относиться пренебрежительно. Ни в коем случае не стоит относиться пренебрежительно. Вот она пока, кстати, я не могу здесь загадывать, и, возможно, если устранение будет очень быстрым, может быть, и будет коротковременное приостановлено. Пока нет. Она продолжается. Обязательно нужно проходить общую диспансеризацию, вы правильно сказали. Надо понимать, насколько важна диспансеризация. То есть что это такое? Это, по сути дела, просто у нас, ну, в русском языке нам более свойственно слово диспансеризация. Мы не говорим слово скрининг. А на самом деле это очень хороший, такой современный, по лучшим мировым стандартам скрининг. Точнее, пакет скринингов, который я вот сейчас могу... Это синонимы или все-таки нет? Нет. Диспансеризация, понимаете, намного более широкая. Скажем так, динамикой она становится... Скрининг – это технология диспансеризации, это более широкая. То есть именно скрининговых подходов становится больше. Ну, конечно, тут я уже на лекциях говорю более детально, в чем там суть. Но надо понимать то, что современная российская диспансеризация позволяет на ранних этапах выявить заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания легких, сахарный диабет первого-второго типа и раки наружных локализаций. Какие? Не только наружных. То есть рак легкого, колоректальный рак и молочной железы, и шейки матки. То есть вот из этого списка, то есть, ну, просто человек в здравом уме, он понимает, что, ну, монкировать прохождение цивилизации очень-очень нерационально. Причем здесь ничего случайного нет. И набор обследований выбран минимальный, но эффективный. И вот этот набор патологий выбран минимальный, но чрезвычайно важный. И это и есть основные причины смерти людей во всем мире, в том числе и россиян. Поэтому это, конечно, нужно обязательно делать. И вы правильно сказали, самому невозможно. То есть вот почти практически все, что я перечислил, к сожалению, начинается бессимптомно. И только специальными методами можно вот выявить на ранней стадии. Послушаем еще зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. А вы общаетесь с вашим лечащим врачом? Наверное, кто-то вас же наблюдает, да? Да, они не знают. Да, спасибо за вопрос. Ну, вы понимаете, что, как бы, хотя у нас телемедицина разрешена, но не в формате, как бы, не авторизованной специально для этой передачи. Вопрос очень конкретный. Я хочу сказать, что скорее да, понимаю озабоченности врача и пациента. Конечно. Здесь не будет катастрофы. Чем здесь озабочены? Приднизолон действительно, по законам иммунологии, он снизит эффективность прививки. Здесь должен быть выбор. Но я не могу здесь конкретно в этом случае. Возможно, курс у пациентки, у данных, прерывистый, можно выбрать. А что бы вы посоветовали ей, кому обратиться, если с лечащим врачом не удается решить этот вопрос? Ну, там, заведующего отделения уточнить свои поликлиники, да, чтобы куда-то направили. Или даже лечащего врача попросить направить к специалисту по данной же специальности. Вот. Но серьезные заболевания, конечно. Конечно. Это серьезная терапия. И здесь каждый случай рассматривается индивидуально. Но вот в моем понимании преимущества прививки для данной пациентки существенно превышают риски прививки. Да. Все-таки тогда мы рекомендуем обратиться... Ну, конечно, да. Но это классический случай для индивидуального разбора. Есть еще звонок, да? Да, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать такой вопрос. Есть ли у нас в Тамаре клиника по коллекции обменовещей? Вот такой клиники и нашатки все отправляют к анагринологу. А вот конкретно, какие вопросы мне интересуют, ну, дают общие вопросы. А хотелось бы вот именно выяснить то, что полезно или вредно именно для моего организма. Понятен вопрос? Ну, вопрос... Это вот Александр Владимирович как раз по адресу. Надо понимать, если человек пока практически здоров, да, то речь должна идти о здоровом образе жизни. Ну, чуть-чуть-то придется одну минуту в теорию нести, то есть прям очень коротко отвечаю. То есть вот есть так называемый промежуточный фактор риска, да, их четыре параметра. Это все, что касается массы тела, причем не просто весы, а это индекс массы тела, импеданс, метрия. Это артериальное давление, это уровень глюкозы. Крови, опять же, не всегда просто глюкозы, но гликированная геммлобина. И холестерин. Опять же, иногда не просто холестерин, а липидный спектр. Вот он, цифровой портрет обмена веществ, который нужно проанализировать 99%. Этого достаточно. Это очень просто. Ну, конечно, нужно либо в рамках инстанализации, либо в рамках центра здоровья это сделать. Четыре по большому счету параметра. И это вот будет, ну, верхушка айсберга вашего обмена веществ. И хороший врач, он даст рекомендации. Какой нужен все-таки врач? Потому что, видимо, нет понимания, куда идти. Здесь обычный врач-терапевт или семейный врач, или врач общей практики. Здесь вот на этом уровне. Что такое? Это несложно. И дальше, да, но там могут быть выявлены вот минимальные изменения, которые будут как раз коррегироваться рекомендациями по поведенческим факторам риска. То есть по питанию, двигательной активности, там, отказ от курения и так далее. Или там вот по этим всего лишь четыре параметра будет выявлена серьезная патология, которая может оказаться эндокринологической. Да чем угодно она может оказаться, вплоть до опухолевой. Ну, это очень хороший старт, вот с чего нужно начать. То есть мы знаем, как нам сделать, опять же, понятие скрининг. Первично оценить вот обмен веществ данного человека. Этого будет достаточно. Александр Ильич? Ну, плюс, возможно, есть, опять же, я не знаю, вот у подзвонившей женщины какие-то конкретные жалобы, но здесь так же это сложно уже смотреть. Тогда уже они должны быть учтены. Я знаю, что вы самые интересные вещи всегда говорите под занавес программы. Ну, нам, собственно, остается только вот прям два слова каких-то рекомендаций, чтобы не пополнять ряды болеющих людей. Да, но в данном случае это не будет интересно очень, может быть. Это даже может быть повторно, но зато это действительно самое важное. Вот сейчас два таких психоинформационных фактора странных сталкиваются. Три. Это довольно сильное снижение коронавирусной инфекции предшествующее. Это праздники. И это противоречивая информация про якобы мягкость омикрона. Не дайте себя запутать с этим трем вещам. Держите себя в руках. Очень строго соблюдаете противопедемические мероприятия. И будьте здоровы непременно. Будьте здоровы и будьте осторожны. До свидания. Спасибо, Александр Владимирович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова